приветствую друзья вот посмотрите как интересно дело в том что у нас есть симпатическая нервная система и парасимпатическая они должны быть балансе когда парасимпатическая активно но это момент когда вы спокойны когда вам тепло когда вы например под одеялом спите там пара симпатикус вагус царство вагуса как говорят медики а когда у вас адреналин скачет потому что вы там столкнулись неизвестностью напряжены не знаете как решить волнующий вас вопрос там конечно симпатикотоническая часть нервной системы так поэтому баланс чтобы привести существуют подходы разные например точки на теле человека биологически активные точки вот если смотрите две точки но они симметрично это одна и та же точка но по затылочными буграми здесь поэтому если вы возьмете и начнете ее массировать вот так вот массировать то вы приводите в баланс парасимпатическую симпатикотоническую часть нервной системы а это очень хорошо это значит вы успокаиваетесь это значит вам становится как бы теплее на душе это значит что у вас появляются мысли хорошие это значит вы можете еще помочь этому процессу когда вы делаете вот этот самый массажик на эти точки вспоминать то что вас греет тепло это хорошо в том смысле чтобы снять лишний адреналин вспоминать то что вас греет нам например хорошую историю или например что вы после этого ролика найдете в интернете какие-то там любимые для вас фильмы найдете там в интернете то что вас немножко успокаивает а вы когда вам плохо забываете об этом потому что ум тогда закорачивается тот кто не служит не дружит со своей головой он не знает об этом и поэтому надо вот так напомнить и даже в этом когда человек с головой не дружит он об этом не знает это мой афоризм вам подарок наверное кто то его и знает так что это очень хорошо если вы следите за моим творчеством я вам готов помогать но имейте ввиду имейте ввиду дело в том что каждый ролик который я делаю это вообще-то изобретение почему потому что тогда когда я сказал что действие должно быть синхронно текущему состоянию да вот какое у вас например синхронное действие текущему вашему состоянию прислушайте себе вот вы решаете какую-то проблему прислушайте себе что вам в этот момент хочется сделать может быть плюнуть на все может быть вам захочется играть на барабане а может быть вам хочется выругаться может вам хочется выплакаться может вам хочется что вам хочется сделать и вот это если вы мысленно сделаете несколько раз или допустим вы не можете вспомнить в этот момент ничего такого, о чём я говорю, тогда просто у нас есть по методу ключ действия, синхронные вашему состоянию, чтобы их подобрать. Ну, например, шалтай-балтай. Вы мысленно начинаете себя вот так вот раскручивать. Или лыжник, или плавательные движения. Короче говоря, по уровню напряжения подбирайте мысленно вот эти действия. Мысленно, мысленно. Вот вы, допустим, лежите, и у вас такое напряжённое состояние, голова болит, или ещё чего-то, или сидите, например, или гуляете, а у вас и зрение какое-то стало нехорошее, и напряжение, и затылок болит. Ну, к примеру, вы берёте, делаете вот этот массажик, и вспоминаете какое-то приятное событие, предвкушаете, что вы сейчас включите интернет, или почитаете приятную книгу. Я почему одно и то же повторяю с разных сторон, чтобы понятнее мысль донести. Да, или делаете приёмы по ключу, находя действия синхронные текущему состоянию здесь и сейчас. Вот смотрите, у меня, например, какое-то состояние. Да, мне достают разными звонками люди, которые вообще не имеют отношения к нашему сайту. Просто они даже ни разу и не видели вообще, чем мы занимаемся в нашей школе человек будущего, хомофутурс. А как услышали моё имя, вспомнили сразу, что я врач, там и начинают со своими болячками. А я всё время говорю, мы не клиника, мы не лечим болезни. Ну, они мне пишут, ну, вы же наша надежда, ну, слушайте, ну, что же мне делать? Вот у меня такое напряжение. Я думаю, как же мне поступить? Я пример привожу реальный. Я начинаю в этом напряжении внутри себя дико прокручивать, дико прокручивать, шалтай-болтай, вот по уровню напряжения чистоту создаю, синхронную к текущему состоянию, чтобы действие совпадало с состоянием здесь и сейчас. Ну, это же и есть изобретение, но это часть ещё, там есть в этом изобретение много других частей, потом расскажу. Короче говоря, а сам процесс подбора путём перебора этого действия развивает личность человека, его способности интеллектуальные. Да-да-да, это очень интересно. Потом другие задачи тоже решаются проще. Итак, ещё раз повторюсь. Тепло – это приятно, это сон. Потому что, когда вам холодно, вы нормально спать не можете. тепло – это приятно, когда у вас плохое состояние, плохое настроение, вспомните, что это для вас тёплое, что тепло и греет душу, например. Вспомните, что это приятное. Да, одновременно можете вы поделать элементы ключа, подобрав себе по форме и по скорости то, что вам в данном случае больше подходит. И вот сразу начинается происходить, начинает происходить баланс между симпатическими, парасимпатическими отделами нервной системы, вы начинаете успокаиваться и лучше решать этот вопрос. Ну, хорошо, я потом в следующий раз ещё кое-что расскажу. До встречи, друзья. Субтитры сделал DimaTorzok